Первая находка, ребят Похоже на бриллиант Ну что, ребят, поздравьте меня У меня первая находка Проба есть, походу белое золото Такая маленькая Как она вообще крепится к уху? А, это не сережка, это кулон Короче, прибор Крутая штука, тем, что еще можно и под водой искать Видите, на пляже они банки склянки Но я долго искал, сигнал очень слабый Най, я нашел кулон Прикинь, я думал, это сережка А это кулон, смотри Я правда не знаю, как с точки зрения энергетики Эти вещи, наверное, нельзя носить Если вдруг это ваш, напишите мне в директ в инстаграме Если вдруг вы узнали Свою, это, конечно, маловероятно Но напишите мне Единственное, надо будет доказать это То есть, если у вас есть какие-то старые фотографии С этим кулоном, наверняка он у вас есть Потому что вы его носили То я вам его вышлю Что это за камень-то? Не знаю, похоже на брюлики А так не угадаешь Иногда фианиты так блестят сильно Субтитры сделал DimaTorzok Получается, сегодня у нас здесь второй день То есть, вчера мы прилетели И уже кажется, как будто мы неделю То есть, настолько отдохнули Настолько всего много Чего произошло Сейчас идем на обед И после обеда идем на бассейн Хотя на самом деле В бассейне плавать вообще не хочется Потому что Здесь очень крутое море Оно шикарное Температура 30 градусов Ты можешь плавать бесконечно Подводный мир просто шикарный Такого подводного мира Я только на Красном море все видел Еще я взял с собой удочку И постараюсь что-нибудь на нее поймать А, еще есть набор для выживания Здесь, кстати, идеальный остров Для того, чтобы его опробовать Кстати, удобно, что Есть интерактивная такая карта В приложении И можно смотреть, где шаттл ездит То есть, вот видите Машинка в реальном времени движется Также можно посмотреть программу Что у нас сегодня Йога Алибар Кстати, сейчас будет рыбалка Стоит раз что-то найти ценные А все У тебя уже в глазах Золотые монеты Сундуки На самом деле, мне кажется Интересно еще копать По историческим какие-то вещам Какие-нибудь там Рубли Екатерининские Опять же, копания По военной тематике Это тоже отдельная история Там можно поднять Человека, судьбу его Многие без вести пропали Поэтому Постараюсь эту тему Освещать на канале Напишите в комментариях Интересно вам Поисковые вообще вот такие штуки Кладоискательство Ну, что больше интересует Или все снимать Классная новость 30 августа Мы улетаем в Майами Вместе с Настей Это первый наш такой опыт Жизни за границей Поэтому я сейчас Начал смотреть Искать блогеров Которые там Постоянно живут Именно русских Натнулся на ребят Канал называется Георгий Фэмили Ребята переехали Из Краснодара В Майами Снимают влоги Жизненные Семейные У них большая семья Трое детей Купили машину BMW X7 Одни из первых Сделали на нее обзор Спросил ребят Почему они перебрались в Америку Они сказали, что Хотят, чтобы у детей Было американское образование Плюс хотят попутешествовать Насколько я понял У них строительный бизнес В Краснодаре Ребята, кстати, удивительно Они недавно завели канал Но уже очень профессионально Его ведут Оставлю на них ссылочку В описании Переходите 30 августа Мы приедем И сделаем совместный Какой-нибудь блог На самом деле В Майами, мне кажется Они все, что можно было Уже поснимали Даже, не знаю Есть ли мне смысл Теперь туда ехать Это блог для тех Кому интересно Как живут иммигранты в Америке Ребята передвигаются По всем штатам Вот сейчас они во Флориде находятся Совсем скоро Поедут в Калифорнию Будет трип По нетуристическим местам Очень долгий Крутой Сам ездил в Калифорнию Все помните Все любите выпуски Вот у них не менее душевные Поэтому оставлю ссылочку в описании Переходите Подписывайтесь Ребята Привет вам, если смотрите Жалко Грозовой фронт Не дает насладиться Безумно красивыми закатами Которые бывают на Мальдивах Но я уверен Что мы вам их покажем И не раз А сейчас пора на СПА Кто это был? Мышка? А, это краб Смотри какой Спрашиваю у краба Какая у него моржа И что он здесь делает Ты куда? Вот такой красивой дорогой Мы идем на СПА Процедуру На Мальдивах нужно всегда ходить на СПА Потому что Они здесь самые лучшие Я просто не стал даже снимать Потому что на эту камеру Вы ничего не увидите Очень классно СПА Вот именно в лесу Здесь все в джунглях В джунглях И там такие же бассейны Утром обязательно Он тоже на столице снимает В общем, ребят Тут меню Огромное Просто сказка Да Они принесли меню Вообще ресторан посвящен Великому путешественнику Батута Стартовал свое путешествие Из Марокко И путешествовал 30 лет 120 тысяч километров Проехал И все блюда связаны С различной кухней С Мальдивами С Турцией С Египтом С Марокко Очень много выбора Мы заказали примерно Что мы посоветовали Здесь также есть тандыр И они делают в тандыре Вот я заказал племени Они делают лепешки А почему лепешки не заказали? Я же хотел А он рекомендовал Он говорил Закажите лепешки Давай закажем Нам принесли От чек-повара Комплимент Это такой хлебушек С сыром и с курицей Выглядит вкусно Да А вот это вот Разные виды хлеба И соуса к нему Очень вкусно Не чувствуется хлеб вообще Много сыра Даже хлеб чем-то пропитан Очень вкусно Так у меня Лепешки в чесноке Курица в карри У меня говядина Тушеная С картошкой Типа нашего рагу Ну не рагу А азу Хочу пойти понырять Здесь риф очень классный Хочу посмотреть Что же ночью творится Под водой здесь Но фонарь не вызывает доверия Потому что у него щели И нет резинок У меня есть набор Для выживания Биргрилса А в нем Вот есть такая штука Она точно водонепроницаемая И выглядит надежно Думаю Проверить надо здесь сначала Пузырики откуда-нибудь идут Ну вроде не идут Все короче Погнали Вообще для такой темы Удобно использовать презерватив Мы когда были на Мадагаскаре Местные ребята Которые ловят лобстеров Они заказывают Самые дешевые Китайские фонари Одевая их в 3-5 презервативов И спокойно собирают лобстеров Получается подводный фонарь Вот Я собрал такую штуку И надеюсь Что мне хватит света Погнали посмотрим Нет Тут был прекрасный вечер Поужинали Хорошо Пошли 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 Казалось бы Нужно идти ложиться спать Мы пошли ложиться спать Но нет Посмотрите куда он идет Он идет нырять Ночью Саш Один Ну я понимаю С партнером Тут кромешная тьма Саш Это ненормально Что подсвечено? Ну включай главное свет Темень Плошная Какая молния Молния в воде Нельзя Здравствуйте Погнали Можно очень легко поймать рыбу Она практически от света Ничего не поднимает Очень круто, Настя Подводный мир Ночью Просто шикарит Рыбу можно руками ловить А меня охранник выгнал Подошел Сказал Нельзя здесь плавать Да ты что? Ты его вызвала? Нет А кто? Не знаю В общем мне понравилось Клево Фонарь Работает Ну акул нету Я доплыл там Рифт там темно Настя Ты меня настращал От такой степени Что я от своей тени Там Штаны не валил Я просто смотрю У ласты Думаю Господи Акула сейчас Хотя я столько раз нырял Ночью Нет Я не подвод Саш Да я не подводного мира боюсь Я боюсь того Что темное течение Ты пойми Я воды Нет здесь никакого течения Ты плаваешь Совершенно другие существа Влазят С тобой крабов влазят Влазят Ребят Вот такое у нас Доброе утро Я заказала Завтрак в номер Сегодня у нас будет Классное утро Это называется Floating breakfast Саша залез уже в бассейн Ребят Все вам нужен профессионал По очистке бассейна После дождя Это я Приезжаю по вызову Номер телефона В описании Здесь уже все почистили Здесь все чистенько Видите Мы столько раз были на Мальдивах Но никогда не заказывали Мне в голову не приходило Мне всегда было интересно Как они их приносят Прямо на подносе Но нет Все правильно они делают У них все упаковано Вон они в машине Сейчас все разгружают Сейчас я вам прям покажу Весь процесс Как идет эта подготовка Оооо It's very nice Ой как красиво Так соки Ооо смотрите Даже у нас холодные бокальчики Это я просила Кстати это гранула Мне очень нравится В этом отеле Весь персонал Он из Индии И они просто безумно вежливые Ооо it's very nice Good morning Опыт мне подсказывает Что этот завтрак Закончится жестким скандалом Мы во-первых не поедим Потому что все остыло уже В принципе Во-вторых я уже сделал Насте примерно 30-40 фотографий Ни одна не подошла И она сказала Иди залазь в воду И делай по новой Все Ненавижу фотографироваться Подписывайся на мой инстаграм Иди сюда Пойду немножко покопаю Один хлам короче Ооо это в баре Такой лаунж Класс Игорь Настя Расслабься Хоть снимайте Фотографируйте Все подряд А она Продолжается Так здесь еще Мы обнаружили детскую площадку И детскую комнату Да И сетка Дети вообще не убегут в лес Нет это на самом деле Очень круто Потому что Заметь Мы сколько с тобой были На Мальдивах Не везде такая большая Детская площадка Значит у меня есть Вот такой набор Новая лопата С пилой Сейчас мы попробуем Отпилить Все Вот смотрите Да Формируется кокос Прикольно Пока еще не сформировался Лопата классная Сейчас покажу чем она классная Ты уже знаешь она с чем? С чем? Она складывается Да У нее есть вот такие вот штуки Вот это пила А это ледковой И все У меня полноценная лопата А вот это видела? Это рожжик? Да Это огниво Еще что тут есть? Это ручная пила Знаешь да Что это такое? Угу Из прошлого выживания Да Очень удобная штука Ого Какая острая Ага Ничего себе А это что? Фонарь подводный А че ж ты? Это я баран У меня оказывается фонарь был с собой Ты че Санечек? Говорит я один фонарь вытащил А это магнит То есть это если машина например на капот Хоп Или на машину Замагнитил И он держится У меня готовая лопата Можно отлично покопать Смотри здесь еще есть отвертка Которая может вот сюда вставляться И вот у вас крестовая И обычная отвертка Круто Можно самолеты сажать Либо оповещение делать В общем на этот раз у меня наборчик посерьезней Молодцы круто сделали Вот вы когда переодеваетесь Вы приходите в этот зал Здесь кондиционер Потом пьете чай Пахнет всякими штучками Спашными Так ну сегодня Из-за дождя Здесь все застелено А так Можно полежать Смотри здесь например показано Какие участки на ногах Отвечают за какие органы Соответственно по этим камням Если вы пройдетесь Вы получите массаж ног Прикольно придумали да? Ай-ай-ай Я даже не могу уйти Да мурашек Это хамон Пойдем посмотрим Класс Слушай здорово В общем у спа территория просто огроменная Здесь есть бассейн Ой так благовоние везде пахнет Холодный И в таких домиках делают массаж Вот мы вчера по-моему в том были да? Послушайте какая играет музыка Летают лисицы Сплошные заросли И звуки Всем доброе утро Крайний завтрак в этом отеле Погода отличная Ждем самолет И летим в Мале Из Мале мы едем на лодке Примерно там около часа И собственно говоря давайте я вам покажу Что здесь есть на завтрак На Мальдивах павильоны для завтрака Всегда отдельно Охлаждаются с кондиционером Так давайте начнем с фруктов Грибфрукт Арбуз Ананас Папайя Кстати самая вкусная папайя которую когда я попробовал Капец сладкая Бананы Вот эти штуки забылки называются Но они очень вкусные Сливы, яблоки, ананасы Арбузный сок свежевыжатый И апельсины Есть просто вода И с детокс-вотером С фруктами Здесь бобы типичные Это каша Настя любит Еще кстати есть куриный суп Это крем-суп А это вот такой вот бульончик Сосиски и бекон Из свинины Здесь сосиски и бекон Из говядины Здесь помидоры запеченные С сыром Или с приправами Здесь какая-то местная штука Я ее ни разу не ел Чеснокрин Вот лепешки какие-то Чапати Это рыба На гриле Здесь куча приправ Острая Там не острая Это у нас фиш карри Рыба карри Это рис Кстати очень вкусный на Мальдивах рис И лапша Так здесь у нас Можете сыр взять Чеддер Отрезать самому себе Разная рыба Фета Хумус В общем А даже суши есть Смотрите Здесь можете мороженого Поесть Вот отдельно У них вкусный очень хлеб Здесь безумно крутые булочки Ну я выбрал Просто омлет С овощами Помидорами, огурцами И луком Грустный момент во всей этой истории Это когда нам нужно улетать домой Но мы домой не улетаем Поэтому момент не такой грустный Но красота Мальдив Вот этот цвет воды Эта погода Остается навсегда В сердце Это был отель Дигали На самом деле Вот эти передвижения Когда хорошая погода Гидропланы Лодки Рассматриваешь как Как развлечение Да Это прикольно Но если плохая погода Этот прикол превращается В испытание В экстрим Да Не дай бог Грозовой фронт Дождь Сильная волна Ну пока все позитивно Но этот самолет В плохую погоду Просто не взлетит Он физически не может лететь В плохую погоду Поэтому рейс перенесут Соответственно Если рейс перенесут Мы попали на бабки Поэтому делайте страховки Из-за этих ребят Мы на час опоздали Красавцы Ребята, спасибо, что посмотрели этот выпуск с Мальдива Напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось Мы читаем абсолютно все комментарии Большое спасибо за просмотр Ставьте лайки Впереди еще три отеля Значит будет еще три выпуска На этом у меня все Всем удачи И пока